Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки! Мы продолжаем с вами решать задачи по теме плотности. И сейчас нам предстоит с вами решить достаточно интересную задачу. Я ее уже подготовил, поэтому я сейчас расскажу, что мы с вами будем делать и что находить. Итак, дан куб. Площадь всех сторон этого куба 294 квадратных сантиметров. И масса известна всего куба. Вопрос, а чему равняется плотность этого кубика? То есть, в принципе, мы должны с вами узнать, из чего этот кубик сделан. Ну что, начинаем думать, что тут происходит. Ну, думать-то тут вообще-то пока не надо. Нужно использовать те знания, которые мы с вами уже получили. Что ж такое плотность? Это масса, деленная на объем. Так, смотрим внимательно. Масса есть. Поэтому сейчас нужно сконцентрироваться и начать думать. Как же найти объем этого кубика? Так, что ж такое объем? Объем куба, это если мы умножим длину стороны куба на вторую длину стороны куба и на третью длину стороны куба. То есть, длина, ширина, высота. Но они одинаковые. То есть, объем это у нас будет длина A, ширина A, высота A. Раз, два, три, то есть A в кубик. Так, уже легче. Почему? Потому что мы должны сейчас думать, как найти длину стороны от кубика. Что ж нам для этого известно? Известно площадь всех сторон. Но, поэтому сейчас мы должны думать, если дана площадь всех сторон, значит, нужно найти площадь одной стороны. Потому что, если я буду знать площадь одной стороны, я могу найти длину стороны. Потому что площадь стороны это длина, там, на ширину умножить два раза длина, длину умножить на ширину, или длину умножить на высоту, или высоту умножить на ширину, на ширину, на ширину. Как хотите. Так, 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 а сколько же сторон у кубика? А у кубика, ребятки, шесть сторон считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть сторон у кубика. Поэтому, для того, чтобы найти площадь одной стороны, площадь одной стороны, площадь одной стороны, я должен площадь всех сторон, СТ, поделить на шесть. Почему? Потому что шесть сторон у кубика. Всего. Берем калькулятор и делим. Двести девяносто четыре квадратных сантиметра, делим на шесть. И получаем двести девяносто четыре, делим на шесть, получаем сорок девять. Ух, как классно получилось. Сорок девять квадратных сантиметров. Почему классно? Потому что сорок девять. А почему классно, что сорок девять? Потому что семь и семь, сорок девять, шесть, шесть, тридцать, шесть, пять, пять, двадцать пять. Семь и семь, сорок девять. То есть, длина-то одной стороны семь сантиметров. Ну, по идее, конечно, чтобы найти длину одной стороны, нужно взять квадратный корень из площади. То есть взять квадратный корень из 49 квадратных сантиметров и получить 7 сантиметров. Ну вот и все. Чуть-чуть осталось. Потому что самое главное, мы с вами нашли длину одной стороны. Поэтому я сейчас могу найти площадь. Площадь будет 7 сантиметров в кубе. То есть 3 раза по 7, 7 и 7, 49. 49 умножить на 7. Умножить на 7 будет 343. Все. Я нашел объем. То есть объем у нас получился равным 343 кубических сантиметров. Прошу любить и жаловать. Здравствуйте, объем. Сейчас мы тебя отделить будем. Объем. Масса, деленная на объем. Вот формула-то известна. 857,5 грамм мы делим на 343 кубических сантиметров. Берем калькулятор и делим 857,5 на 343. И получаем 2,5. Получили 2,5 грамма на кубический сантиметр. Сейчас можно что делать? А сейчас можно взять таблицу плотностей, посмотреть во стекло. То есть вот кубик был сделан из стекла. Потому что плотность стекла 2,5 грамм на кубический сантиметр. 1 кубический сантиметр. Имеет массу 2,5 грамм. Если мы говорим про стекло. Ну и последнее. Иногда спрашивается у задачек дать ответ килограмм на кубический метр. Так вот, для того, чтобы превратить грамм на кубический сантиметр в килограмм на кубический метр. Нужно вот это вот число умножить на тысячу. Поэтому 2,5 грамм на кубический сантиметр. И 2,5 тысячи килограмм на кубический метр. Это одно и то же. Ну вот так решаются некоторые задачи, связанные с нахождением плотности тела. Вот все. Мне остается только добавить, что вы уучите физику на одном из самых лучших каналов. Который называется физика. Это просто. Да-да. Канал, на котором достаточно сложные задачи, вдруг становятся простыми и доступными. Поэтому, если вы еще не записаны на мой канал, сделайте доброе дело. Запишитесь. Буду вам очень признателен и благодарен. Ну и конечно, лайк не забудьте поставить. Всем доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»